В Ленинском районе подавляющее большинство людей не пренебрегают своими обязательствами перед государством и платят налоги. Но те, кто не желает это делать вовремя, рискуют встретиться с судебными приставами. Сколько видновчане задолжали на этот раз, расскажет Юлия Пагасян. Служба судебных приставов. В глазок посмотрите. Вы откройте дверь, мы так и будем через дверь разговаривать. Человеку законопослушному трудно понять, как можно скрываться, например, от налогов. Но для тех, кто намеренно их не платит, подобное поведение норма. Поэтому судебным приставам приходится регулярно выезжать по адресам регистрации таких людей и напоминать о их задолженностях. Но зачастую найти человека, на котором висит долг, очень тяжело. То они дверь не открывают, то не проживают по месту прописки. У гражданки вашей сестры имеются задолженности. У нас информация о том, что она проживает здесь и здесь зарегистрирована. В соответствии с законом мы имеем право предполагать о том, что здесь может находиться ее имущество. Для того, чтобы опровергнуть наше предположение, вам необходимо предоставить документ, подтверждающий право собственности на имущество. Ну, в данный момент я не могу вам предоставить документ. Может быть, в какой-то другой момент я могу собрать. Но и в том случае, если самого должника приставы застать не смогли, от ответственности ему уйти не получится. Инспекторы производят опись имущества и передают проживающим на территории людям документы, по которым неплательщик в течение 10 дней должен явиться в территориальный отдел судебных приставов. Должнику дается срок 10 дней для предоставления подтверждающих документов о том, что, допустим, это имущество не принадлежит ей на праве собственности. Тогда реализации не будет. А если таких документов не будет, то мы передаем на принудительную реализацию. И денежные средства пойдут в счет погашения долга. Сложнее дела обстоят с юридическими лицами, которые тоже скрываются от уплаты налогов. Проблема состоит в том, что по адресу, где фирма зарегистрирована, чаще всего она не располагается. Но уведомления и, собственно, приставы приходят именно туда. А тем временем долг некоторых компаний составляет более 30 миллионов рублей. Но и на таких, казалось бы, хитрых предпринимателей есть управа. Мы передали все необходимые документы судебным приставам. Дальше будет арест имущества. Если должника мы так не разыщем, то уже будем подавать его на розыск. И дальше будет введена процедура банкротства. Дабы избежать конфликтов с законом и быть точно уверенным в состоянии своей задолженности, стоит регулярно проверять информацию на сайте служебных приставов fssprus.ru. А чтобы было легче следить за начислением налогов, можно создать личный кабинет на сайте налог.ру или на сайте госуслуги. Юлия Фагасян, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.